Немецкие биологи ответили на ключевой вопрос о происхождении жизни. Все подробности в следующем сюжете. Немецкие биологи экспериментально доказали, что молекулы транспортной РНК могли стать главным элементом в эволюции ранних форм жизни. При определенных условиях они способны собираться в функциональные единицы, воспроизводящие генетическую информацию в геометрической прогрессии. Тоже самый аппарат биосинтеза белка, он включает в себя, как известно, рибосомы, но в рибосомах именно каталитическую функцию, то есть функцию присоединения отдельных аминокислот к растущей пепсидной цепи выполняют не белки, а РНК. И это как раз в связи с того, что как дым, когда-то давно вся жизнь могла обходиться без белков. Уже раньше было известно, что одни молекулы РНК могут строить другие молекулы РНК на основе какой-то матрицы, но сами себя реплицировать не могли. Но удалось создать систему, подобную той, которая существовала в те далекие времена возникновения жизни на нашей планете. Раньше, на ранних этапах зарождения жизни, скорее всего, эта группа малых РНК, она была предназначена для того, чтобы позиционировать определенные аминокислоты вблизи активного центра так называемых рибозимов. Это молекулы РНК, которые выполняют ферментативную функцию, катализируют какие-то реакции, такие, как сейчас в основном делают разные белки-ферменты. Когда-то давно белков не было. Были рибозимы. Отдельные аминокислоты лишь помогали этим рибозимам выполнять тот или иной катализ. Постепенно начал замещаться процесс катализа, именно белковой части молекулы, потому что так более выгодно с химических и термодинамических позиций. Постепенно так белковый мир начал формироваться, но он формировался не в вакууме, а именно на основе мира РНК. На тот момент существовали все разновидности молекулы РНК, которые нужны были для того, чтобы процесс самоорганизации, размножения, самоподдерживания, обесечения гомеостаза, все это уже существовало. И вот на основе этого древнего мира формировался уже белковый. По мнению ученых, транспортная РНК, действующая как посредник между РНК и белками, могла быть ключевым элементом в эволюции ранних форм жизни. Следы той древней РНК жизни присутствуют в каждом из нас до сих пор. Множество базовых биологических процессов по-прежнему основаны на молекулах РНК. Елизавета Никитина, Софья Чугунова, Фарид Захитоглы, Универньюз.